Наташенька, давай ты. Давай, мой хороший. Даю тебе... Нет, даю, даю. Ну, хорошо. Я тоже, мы все голосисты, я думаю, как бы мы все в России разделись, так что нам не надо микрофоны. Какая молодец. Конечно. Как нам руки отвечать? Ромка, ясно. Ромка, ясно. Я хочу сказать, что, конечно, я очень рада, что у нас получилось встретиться, что когда вот эта вся заворотка началась, вообще-то хотели в августе потом... Ну, спасибо вам, что подождали чуть-чуть, вот, потому что, ну, не получалось бы встретиться, и я очень рада, что многие из нас пришли, что, вот, знаете, такое ощущение, вот так все равно, когда еще общаюсь, у меня тоже было время, когда мы долго не виделись, и потом мы увидимся, как будто мы расстались вчера. И мне вот, это то же самое, что с близкими друзьями, когда ты говоришь, друзья это те, которые не просто видишь их каждый день, но ты их можешь увидеть раз в год, раз в два года, но ты их увидел, но у тебя есть тема для общения, у тебя вот какое-то вот это душевное тепло, это такое ощущение, да, мы здесь со многими 25 лет, да, ну, реально 25 лет, если подумать, где мои 17 лет на большом коллекте, они пролетели просто вот, и мы здесь, да, и вот все собрали, пролетели, пролетели, 25-то пролетели, а уже 17 лет, ну, 17 лет, да, я как бы это, и просто вот так приятно увидеть наших любимых участелей, Иван, огромное вам спасибо, вы нас ввели, что вот, вы отдавали все, потому что, ну, как Света тоже знает, мама учитель, у меня тоже мама учитель, а просто я знаю, какой тяжелый труд, мне кажется, работать с детьми или расти детей, ну, я считаю, что это намного сложнее, чем работать начальником там чего-то или директора, да, это намного сложнее, реально, это большая ответка. И поэтому я хочу сказать огромное вам спасибо за то, что вы вкладывали, ну, как жарко сказал, свою душу, потому что, мне кажется, найти учителей в наше время может быть вот таких.